Добрый вечер, это Владимир Мазур, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Сегодня последний день весны, а завтра 1 июня, день защиты детей. Вот, собственно говоря, о детях и о том, нуждаются ли они в защите, по крайней мере, в рамках этого проекта, о котором мы сегодня будем говорить. Поговорим сегодня о нашей программе. С удовольствием представляю гостей из студии. Областной координатор проекта «Открывай Украину» Андрей Грицаенко. Здравствуйте, Андрей. И Виктория Лысак, городской координатор всего того же проекта «Открывай Украину». Здравствуйте, Виктория. Вот проект детский, насколько тоже понятно из моей несколько сбивчивой вступительной части. Проект, о котором мне рассказали, когда его описывали, что это вот такая очень интересная штука, которая учит детей страшному слову проектный менеджмент. И вот зачем мучить детей в преддверии 1 июня проектным менеджментом, мне не очень понятно. Давайте разбираться. Давайте. Проект этот начался осенью, длится он уже 9 месяцев. В Харьковской области в нем приняло участие на старте было 40 команд, сейчас уже к полуфиналу областному приходит 20 команд. На старте было 13 городов, сейчас 10 городов. В принципе, участвуют только те города, где население больше 10 тысяч человек и не участвует принципиально Харьков. Почему Харьков не участвует? Потому что дети здесь имеют достаточно много вариантов своего развития, то есть кроме школьного. Они могут посещать всевозможные кружки, театр, студии и так далее, учиться языкам, еще чему-то. В области, к сожалению, этот список достаточно ограничен. Сами понимаете, проехаться на скейтборде по трассам в Богодухове, по дорогам практически невозможно. И задача этого проекта была научить детей искать слабые стороны своих городов, научить эти слабые стороны как-то исправлять, научить взаимодействовать с властью, с бизнесом, научиться работать самим. И в конце концов что-то делать для развития своего же города, в котором они живут. Ну и в результате вот эти команды, 20 команд у нас в области работали. Некоторые создавали средства массовой информации электронные, как например в Первомайском. Некоторые делали парки, как в Богодухове и в Лозовой. У Виктории в Змееве тоже дети усиленно работали в этом направлении и высаживали деревья. Деревья, да. То есть дети постоянно чем-то занимались. Они были не только, скажем, они знакомились с властью, они ходили к мэрам, они ходили в горсоветы, они взаимодействовали с бизнесом, искали где-то деньги на эти саженцы, на еще что-то. Ну и в конце концов их как-то сажали, как-то делали. То есть это есть вот этот проектный менеджмент? Параллельно проходило онлайн обучение, плюс, кроме того, Украинская Академия Лидерства проводила мастер-классы по ораторскому искусству для всех детей. Ну и опять же, из всех этих городов наши дети ездили в Пархомовку 30 апреля, то есть смотрели тот же самый музей, участвовали в фестивале, посещали Краснокутский дендропарк. Ну я думаю, что они бы не доехали в другое время, пока что они уже, если бы они закончили школу. Пока они были школьниками, они туда доехали с нашей помощью. Тоже открыли Украину таким образом? Да, в какой-то мере открыли Украину для себя. Да, вот в чем, собственно говоря, смысл? Имеется в виду открывать прежде всего тот город, школу и так далее, в котором ты живешь? Вот с этого, в принципе, название «Открывай Украину» в этом смысл получается? Ну давайте я немножечко больше расскажу. Вот на примере нашей команды из города Змеева. Мы определились с направлением, то есть команда сформировалась из желающих, это были параллели с 7-го, 3-й по 11-й класс. Плюс они выбрали себе помощника учителя, одного из учителей школы, которому доверяют, с которым хотят работать. И плюс я как городской координатор, которая была просто в помощь. Моя школа выбрала экологическое направление, потому что лицей номер один, с которым мы сотрудничаем, они изначально работали в этом направлении, у них много разных проектов, там очень активная школа, они участвуют во многих проектах, и в частности экология для них была близка. Первая часть проекта, то, что они делали, городской этап, ой, школьный этап, это на благо школы они, значит, в музее, который у них существует, сделали отдельную просветительскую деятельность по поводу экологии, проводили там викторийные конкурсы для младших школьников, а затем сделали огромную выставку поделок из торсырья, показать, что не нужно бросать этот мусор на дорогу, или куда-то захламлять школу, улицы, а можно сделать массу интересных вещей. Кроме того, они высадили аллею деревьев в своей школе и сделали кормушки для птиц. Это то, что они сделали полезного для своей школы. Но потом, поговорив с ними, проанализировав всю работу, которая была проведена, мы определили, что экология – это следствие, вот проблемы с экологией – это следствие, а причины нужно искать глубже, причины, они, в общем-то, в воспитании, в мировоззрении детей. И вот мои школьники предложили сделать акцент на тех людях, которым они могут помочь, на младших, тем, кто младше них, старше вряд ли услышит, и выбрали детские сады. И вот на городском этапе мы в детском саду посадили деревья, ну, мы не просто деревья, мы посадили калину и посадили чернобрывти, и рассказали детям, что это символы Украины, почему эти деревья являются символами Украины. Рассказали детям, как важно, ну, не просто, да, вот там что-то делать, а делать то, что будет на благо всем вокруг, на благо твоему садику, твоей улице, тем деткам, которые придут после тебя. Ну, надо было видеть, с каким восторгом эти малыши помогали, как они притаптывали эти ямки, как они сажали цветочки, то есть, как они для себя понимали, да, может быть, они не все запомнят, вот из той программы, которую мы им принесли. Но, тем не менее, для них эта калина уже будет посажена их руками. Я думаю, что ни у кого не поднимется рука ее сломать. И чем больше таких деревьев или таких цветов они посадят сами, то тем меньше шансов, что кто-то из них придет и потом это об калина переломает. Вот, насколько я понимаю, сейчас конкурс или проект, да, вот, точнее сказать, выглядит следующим образом. Сначала занимаются проблемами школы, потом переходят на городской. Проблемы на город. Ну, вот смотрите, получается такая история, что если дать всем ученикам в классе одинаковую задачу, то ответы будут, наверное, где-то, ну, плюс-минус где-то одинаковые. И решать их будут, да, вот эти задачки математические примерно одинаковые. Малые города, ну, я не знаю, там, как по другим областям, но по Харькову, наверное, проблемы будут где-то одни и те же, да. Вот не получилось ли так, что дети, в принципе, там, не знаю, 15, 20, 30, там, более-менее одинаковых проектов предоставили? Ну, полностью проекты все не одинаковые. Частично, да, частично экологическая проблема была. Кота, как вот Виктория, сажали деревья. В Багадукове разбивали парк, делали кулумбу цветную. Такая же экологическая тематика была у команд из Краснограда. Это вы задавали, вот есть просто группы, да, вы можете экологию выбрать, можете еще что-то, да? Да, мы есть только направление предложение. Градостроение, экология, урбанистика. Урбанистика, да. А команда из Первомайска, например, делала электронные средства массовой информации. То есть они сделали полностью команду, они сделали канал в Ютубе, они что-то там снимают, они учатся этому, они сейчас работают в Первомайской студии телевидения и делают даже программы какие-то. То есть к ним туда приезжал зеркальный струмель, участники этого фестиваля музыкального, который был в Харькове. Рассказывали о том, как все-таки надо слушать музыку, как ее понимать. Они брали интервью. Делали первые репортажи. Делали репортажи свои, которые потом дальше они размещали в том же самом Ютубе и на канале Первомайского телевидения. При этом у детей есть, ну помимо педагогов, о которых мы уже услышали, есть вот, собственно, координаторы. Это такая менторская поддержка, да, получается? Да, да. Ну, в Первомайском это Платухин Александр наш, не наш, точнее, депутат местного горсовета, который занимается вот вопросами этой команды. То есть он водил их на музей областного телевидения, он водил их в Харьковский горсовет, они брали интервью у своего же мэра, ну, занимаются детьми. Суть еще в том, что проекты, они, ну, в чем-то не могут совпасть, потому что этот проект некоммерческий. И, соответственно, насколько у детей была возможность подобрать, ну, какое-то количество финансирования на решение этой проблемы. Понятно, было бы идеально, если бы они сделали что-то более огромное или там более масштабное. Но в силу того, что все было завязано все-таки, да, вот на каком-то спонсировании, насколько была возможность его найти, насколько была возможность покрыть расходы по реализации своего проекта, вот такие проекты у нас получились. Ну, я расскажу, в Первомайском изначально было желание построить какой-то молодежный центр. Ну, вы понимаете, прекрасно построить его за 2-3 месяца и уж тем более воплотить эту задачу в жизни, ну, практически невозможно. То есть, задачи были изначально какие-то наполеоновские планы, они что-то строили, что-то делали. Потом они уже возвращались на землю и делали то, что они могут сделать. То есть, это есть, возвращаясь к этому страшному проекту. Опять же, это тоже самое проектное менеджмент. Да, это проектное менеджмент, это умение управлять реальными ресурсами проекта. Да, да, вот не ударяться. Да, что-то там гипотетическое где-то сделать все-таки. А вот это не, ну, что называется, не обрезало ли крылья, да, вот полету, вот и вообще желание участвовать, а давайте построим молодежный центр. А мы не можем построить, а тогда я не знаю, что и делать-то, да, вот все. Ну, какие команды нашли выход из этой ситуации? С одной стороны нашли, а с другой стороны было очень важно, чтобы у них это получилось, чтобы на выходе, когда проект состоялся, они могли сказать, мы сделали. Не просто мы хотели, но у нас не вышло, нам не хватило. А вот они взяли небольшой кусочек работы, но они сделали вот тот же свой змеев лучше. Пусть на чуть-чуть, да, пусть там на территории одного садика, но он стал лучше, красивше. Детки стали более осознанно подходить к вопросу. То есть они сделали, и есть результат. Это очень важно на начальных этапах проектного менеджмента. Понимать, что твой проект реализован, и ты его сделал. Это вообще, наверное, одна из самых важных и страшных. Не было бы у детей проблем, потому что, да, когда ты не видишь движения какого-то, вот для ребенка, особенно для подростка, да, это страшная штука. То есть это тянется во времени, и тянется никакого эффекта, и утрачивается интерес. Но я так понимаю, что это преодолели, да, вот в итоге. Да, конечно, когда они увидели свой результат, когда они увидели, что эти деревья стоят, что эти малыши тоже что-то поняли для себя и поняли, что это такое калина, да, и калина это будет колоситься, ну пусть в моем случае. И сами для себя лишний раз они тоже что-то поняли, эти дети, работая в этом проекте. То есть вот они проанализировали полностью тему экологии, да, не просто там вот там не бросайте бумажки или давайте построим кормушки, а что действительно, если они будут рассказывать тем же младшим школьникам, младшим детям, то со временем проблема экологии, она будет все-таки уменьшаться, по меньшей мере, теми силами, которые мы можем сделать. Да, мы там не перекроем трубу на заводе, но по меньшей мере, какое-то лишнее там дерево мы посадим или лишнюю бумажку мы не бросим. И это будет уже важно. Вот о детях давайте поговорим, которые принимают в этом участие. Ну вот сразу почему-то рисуется, что это исключительно отличники, да, боевое и политическое, раньше говорили, да, вот примерное поведение и с такой прочее. Это так? Нет, это не так. Дети все разные, по три человека идет с параллели, то есть три семиклассника, три восьмиклассника, девятый, десятый и одиннадцатый класс. Всего получается 15 детей в команде. То есть нельзя так, чтобы в команде были только одни старшеклассники или только одни средние школьники, да, они должны быть все. И у них 16 человек – это тот учитель, которого они себе выбрали. Ну, к сожалению, не всегда это получалось сделать так, чтобы их выбор был какой-то осознанный или выбор этого учителя, наверное, выбрать того учителя, которого бы они хотели, потому что иногда все-таки администрации школы тоже вмешивались, рекомендовали настойчиво. Вот, но тем не менее у детей что-то из этого вышло. Есть там и отличники, конечно же, а есть и среднеуспеваемые. Просто хотят, которые наполнены идеями, наполнены желанием, потому что все-таки была подтянута платформа онлайн-обучения, тоже современные методы, то, чего в школе, в общем-то, нет. И они получали плюс дополнительные знания, дополнительный опыт. Основа регистрации детей в проекте – это необходимо было иметь адрес на Gmail. Причем принципиально, потому что в дальнейшем с этой платформой, с гугловской, они должны были работать на протяжении всего проекта. Создавать Google-календарь, создавать Google-диски, и все это использовать в своей работе. Поэтому детям приходилось осваивать даже некоторые новые вещи. Но, опять же, мы столкнулись с такой вещью, что практически у каждого школьника был смартфон, и практически каждый школьник, тот же самый Gmail-овский адрес и Google-диск, он практически есть у каждого в телефоне. Что не может не радовать, да. Здесь вещи, которые можно учиться у них, собственно, наверное, в какой-то степени стоят. Вот когда общаешься с детьми, когда тем более речь идет о каких-то конкурсах, креативных конкурсах, есть всегда соблазны, угрозы, да, вот как-то, ну, сделать скидку. Да, ну, это дети, да, ладно, там, кто придумали ерунду, но мы все равно похвалим, потому что классно, здорово и молодцы. Вообще хоть что-то делать, да, они там пошли ерундой маяться где-то там вот на улице и так далее. Я не знаю, вот было ли такое искушение у вас, были ли такие проекты, которые, ну, где-то подтягивали там, да, но все равно дети же все-таки, да. Ну, вы знаете, как бы по моему опыту, да, вот если там, я, например, очень люблю в этой связи цитату из Корчака, он говорит, что почему вам тяжело с детьми, вам кажется, что вам нужно опускаться до их уровня, на самом деле вам тяжело, потому что вам нужно тянуться до их уровня. Они действительно, они непосредственные, они не видят границ. Это мы начинаем думать, денег не дадут, запретят, не разрешат, наругают, а они не боятся. Они не боятся, они творят и на самом деле, да, где-то какие-то моменты подсказывают, но чисто технические. Чисто технические, может быть, там при оформлении, при заполнении, при обращении, там при какой-то... Ну, вот сама по себе идея и подход, вот этот вот не обрезанный, не испуганный, да, вот не зараженный этим страхом неудач, он на самом деле, наверное, больше нам давал, чем мы там в чем-то детям помогали, да, вот они сами задавали тон, задавали направление, задавали вектор. Ну, изначально, когда этот проект стартовал, в принципе, всех местных координаторов во всех городах мы ориентировали на то, что они не должны вмешиваться в работу команд. То есть, помогать, да, там, договориться с мэром, договориться в горсовете, встретиться, еще что-то, но ни в коем случае не вмешиваться, ни в коем случае не навязывать свое мнение. То есть, это не диктат в любом, да? А кто, да, кто и каким образом оценивает, и, в общем-то, что в итоге должно получиться? 3 июня в лице «Эмир» на переулке Фанинском-2 будет проходить областной полуфинал этого проекта. Туда съедутся все наши 20 команд из всех 10 городов, и будут жюри рассказывать, что они делали, как они делали, и что из этого получилось. А жюри уже будет выбирать победителя, который поедет на всеукраинский финал конкурса. То есть, это все происходит по всей Украине, и, да, вот нашу... Одновременно 3 июня областные полуфиналы будут проходить в 9 городах Украины. Ну вот и вот каким образом это все будет оцениваться? То есть, вы, в принципе, целью было, скажем, найти самый креативный проект, самую креативную команду, или самую реалистичную, наоборот, да? Скорее всего, наверное, самую реалистичную, потому что креативность, это, наверное, не всегда хорошо. Ну, с другой стороны, призы получат, в общем-то, все, да? Я не открою нашего секрета. Дети будут поддержаны в своих идеях, вот. Поэтому, в любом случае, никто не скажет, что вот, меня недооценили. Да, может быть, кто-то видел это лучше, но здесь еще играет роль не только проект, а еще и презентацию, как они ее проведут, потому что уже реально не видели, как это все шло. Они увидят те 5 минут, которые дети представят. Здесь тоже во многом зависит от того, как они презентуют. Насколько они смогут это рассказывать? Насколько их ораторское искусство с нашей помощью стало лучше, да? Да, с нашей помощью, да. Ну, вот из подобного рода проектов, я думаю, что его можно, наверное, отнести к проектам социальным, прежде всего, да? Вот сразу вспоминаются какие-то массовые движения из прошлого, там, не знаю, типа Тимуровцев и так далее. Это, наверное, не совсем, конечно. Ну, не совсем. Да, корректная аналогия, но тем не менее. То есть, там пытались где-то агитация, где-то там и мягким принуждением как можно больше детей вот этим всем движением охватить, да, вот чтобы они там что-то делали, какие-то добрые дела, вот что-то изучали, что кому-то помогали и так далее. Количественные показатели, вот важны они по-вашему или нет, потому что, ну, сколько бы ни было конкурсов, чтобы восстановить пенниж, скажем так. Нет, я не о том, да, но тем не менее. То есть, достаточно мало все-таки, да, вот людей, хотя команд много, но людей, в общем-то, если сравнить, да, с масштабом области, не так уж и много. Ну, вот смотрите, в Богадукове, например, 3 высших, 3 средних начальных заведения, коллегиум 2 и 1 и 3 школы. Участвует одна школа, а в этой школе участвует только 15 человек. То есть, в принципе, как бы команда не очень большая. И за качественными, за количественными показателями никто не рвался. Это не стояла задача охватить всех и принудительно заставить их что-то делать. Нет, хорошо, в этот раз не стояла задача, предположим, это здорово и замечательно, но тем не менее, все равно и во взрослой части общества, и, наверное, в детской, есть проблема, что есть там, условно, некая социально активная часть, которая это интересно, да, вот глаза горят, занимаются. И даже не важно, будет ли, хотя важно на самом деле, но будет конкурс или нет, не играет роли, да, для человека, который хочет что-то там делать. Будет вот ребенок, раз посадив дерево, будет сажать, наверное, где-то в жизни и дальше. А вот с остальными что делать? Ну, мы же видите, вот в частности, да, как наша команда определила название, все починается с детинства. То есть, чем больше в детском возрасте мы охватим детей, чем больше детям мы не обрежем крылья, больше им дадим заряд, уверенность в своих силах, на реализацию своих идей, я думаю, тем больше таких взрослых будет в дальнейшем. Взрослых, у которых уже там 40+, их крайне сложно, да, что-то изменить в их мировоззрении. Ну, наверное, только подулом пистолета, это не факт. Поэтому мы вот все-таки сделаем ставку на детей, как на самую перспективную часть общества. Те, с которыми, вот, пусть не сегодня, да, пусть там через 5-10 лет, но будет намного больше активных граждан нашей страны. Ну, вообще, когда на старте проекта было очень тяжело рассказать и учителям, особенно учителям, что не надо вмешиваться, попытайтесь дать детям свободу. И не надо туда нагонять детей. Потому что, да, Харьковская область была первой во всем проекте по количеству детей, которые зарегистрировались. У нас было около больше двух тысяч. Слава богу, да, Принудиловка на этом и закончилась. А реально работала в районе 20-23 команд, которые как-то дошли до полуфинала. Вот один, опять же. То есть, это где-то в районе 300 человек. Один из главных принципов проектного менеджмента, что из-под палки эффективная команда не строится и работать, конечно же, она не будет. Я думаю, что тех, которые даже отсеяли на этом этапе, они тоже для себя, по крайней мере, какие-то азы проектного менеджмента в этой части. Да, в этой части вынесли. Отношение детей, которые... Да, вот есть школа, есть часть детей, которые участвуют в проекте, остальные нет. Проект явно отбирает какое-то количество времени и сил и так далее. Остальные дети смотрят. И что говорят, да, вот в отношении тех детей, которые в проекте участвуют? Потому что, ребят, детство проходит, пошли играть в футбол. Нет, я не могу заняться социальным проектом. Ну, как-то не так, да? Нет, вы знаете, на самом деле существует определенная, в частности, с той школой, с которой я работаю, группа поддержки. То есть детей, друзей, членов команды, которые помогают, чем могут, которые там тоже участвуют. Вот когда там кто-то не мог из членов команды по каким-то причинам, да, помогали друзья. Вот. И на самом деле школа, вот этот первый лицей, у них очень много разных проектов. Поэтому, если, допустим, дети не участвуют в этом, они могут вполне вероятно участвовать в каком-то другом. То есть школы, как правило, все равно дают выбор. Это не единственный проект, который существует. Поэтому, я думаю, что никто себя особо обделенным не чувствовал. Кто хотел, тот всегда нашел себе применение. И здесь, так, в каком-то ином направлении. Ну, и потом, опять же, самое главное было показать детям, что мы все-таки ими занимаемся, и не только заставляем их что-то делать, да, или рекомендуем что-то делать, но и что-то даем взамен. То есть, учим тому же ораторскому искусству, возим в Пархомовку, возим вот в Харьков, собираем призы по всему городу. Ну, Пархомов, вот в Харькове это сложно, наверное, действительно сложно понять, и Харьков, да, по этой причине как раз не участвовал. Этого наверняка нет. Это действительно важно детям, вот в такого рода, в такого размера городах, да, вот то, что вы предлагаете. Мы им там больше нечем заниматься, с другой стороны. Ну, не то, что, но все-таки малая зона применения своих талантов. Я на старте, когда только презентовала проект, я сказала, говорю, вот представьте, что приехала к вам какая-то иностранная делегация, скажите им, что такое Змеев. Вот скажите, Змеев это, да, что это? Вот что вы можете сказать о своем городе? И поначалу было очень сложно, они не могли раскачаться, они не могли найти те изюминки своего города, которые в нем есть. Потому что действительно они привыкли, школа, дом, там, магазин, ну, не знаю, бабушкин огород, да, там, рассада клубника. А потом они все-таки начали выкапывать что-то ценное в своем городе. И я думаю, чем, если этот проект будет еще и дальше продолжаться, да, в следующем году дальше и дальше, то больше и больше они будут любить и находить в своем городе и каких-то ценных моментах, и моментов приложения сил. И вполне вероятно, все-таки мы добьемся той цели, что дети будут оставаться в своих городах с большей готовностью, не потому что им деться некуда. Я очень хотелось бы выговорить. Финал проекта. Вот этот год и дальние продолжения, если оно предполагается, что, собственно говоря, ожидается в финале? В финале проекта он будет проходить в Киеве. Соберутся команды-победительницы этих областных финалов. Команд будет около 15, и эти 15 команд, опять же, целую неделю будут заниматься тем же самым проектным менеджментом, только уже более углубленным, будут читать какие-то лекции, они будут пытаться что-то сделать сами. В масштабах страны, получается? В масштабах страны, да. И после этого, после этого, пять команд, которые станут победителями, поедут стажироваться за границу. Это двухнедельные туры, три в Европу, один в Америку и один в Азию. Вообще-то есть за что побороться, я вам скажу. Да, пять команд, поэтому пять призов таких. Какие будут еще призы? К сожалению, мы не знаем. Хотелось бы, чтобы были какие-то грандиозные, суперкомпьютеры, еще что-нибудь. Поощрительные, насколько я понимаю, в любом случае есть. Да, почти все есть. Но это Киев уже будет решать. Туда мы только проведем одну из наших команд, которая займет первое место. Меняется ли как-то, в принципе, направленность проекта? Вот, ну, скажем, в этот раз нас интересует больше, там, условно, опять же, экология. В следующий раз будет интересовать какая-нибудь инфраструктурные проекты или проекты взаимодействия, там, социальных групп и так далее. Ну, к сожалению, мы не знаем, что будет на следующем году. Ну, это дают, да, вот установки, да, примерно такие? То есть формулируют какие-то? Изначально были. Это была урбанистика, это была экология. Ну, да, то есть такие моменты. Но я думаю, что если будет момент такой обратной связи, да, вот сбора детских идей и обсуждения этих идей, то я думаю, на основании этого будут уже формироваться запросы на следующий год. То, что предлагали дети, то, что их интересует. Очень здорово, что с детьми работают, в общем-то, слово «работа» здесь ключевое, да, это не просто так, вот, не знаю, как обычно у нас бывает, опять же, говоря о креативе, когда наступает 1 июня, проводится конкурс рисунков на асфальте, 2 июня проходит дождь, все это смывается и забывается вместе с дождем до следующего года, когда детей опять надо вспомнить, да, и, не знаю, пожалейте защитить. Конкурс рисунков будет и на нашем полуфинале, дети будут рисовать на асфальте, в горе, гербы своих городов, а потом будут рассказывать про них. То есть мы креативим, мы не 1-го, а 3-го рисуем. Окей, да, да, я хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаетесь этой работой и за то, что вы нашли время для того, чтобы сегодня прийти к нам в студию. Спасибо вам большое и спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом, увы, все. До свидания, до следующих встреч. Спасибо. Всего доброго. Действительно очень быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова